МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый вечер. И вначале коротко о главном. Главный государственный праздник. Торжественным собранием во Дворце Республики официально дан старт праздничным мероприятиям. Беларусь готовится отпраздновать День независимости. Завтра по всей стране пройдут десятки праздничных мероприятий. Где и что можно будет посмотреть, расскажет Дмитрий Байрович. Самая большая автомобильная эстакада Минска на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова открыли трехуровневую транспортную развязку. Татьяна Хардинская оценила преимущество. 4-0. Испания второй раз подряд выиграла Евро, разгромив в финале Италию. Беларусь готовится к главному государственному празднику – Дню независимости. Официальные мероприятия стартовали сегодня торжественным собранием во Дворце Республики. Президент поздравил всех с праздником и подчеркнул, что Беларусь никогда не поступит со своей государственностью. Александр Лукашенко отметил, что независимость государства – это одно из мощных средств для достижения главного – счастливой и безопасной жизни людей. Подробности у Анастасии Корниенко. Уже в фойе понимаешь, День независимости – это праздник, который действительно объединяет целые поколения. Во Дворце Республики собрались более 2,5 тысяч человек. Некоторые на праздник пришли целыми семьями. Здесь сегодня известные заслуженные люди страны, работники разных сфер жизни, студенты и, конечно, ветераны. Страна стала более устойчивой, богаче, красивее. Страна растет. Наша независимость в том, что мы сейчас стали настоящими белорусами. И нас знают, уважают за наше трудолюбие, за наш ум, где наши ребята побеждают на всех спартакиадах, начиная в математических, в спорте, везде. Нас знают, нас узнают. У каждого свое понятие независимости. Это мирное небо над головой, работающие предприятия, возможность получать бесплатное образование, медицинские услуги. Но все вместе это суверенная, независимая Беларусь. Многое изменилось в Беларуси, изменилось крушение, стала, расцвела наша республика. Вот и президент в своем выступлении подчеркивает, эта дата подлинный символ нашей молодой государственности. Десятки наций мира добывали свою независимость с оружием в руках. К счастью, наше государство образовалось мирно, без крови. Хотя страшную цену, измеренную в человеческих жизнях, белорусы заплатили в годы Великой Отечественной войны. Мы выжили, мы выстояли и мы победили. И сегодня, накануне нашего главного государственного праздника, я хочу прежде всего низко поклониться героям, нашим ветеранам, тем людям, благодаря которым живы мы, жива белорусская нация и жива Беларусь. Особый поклон павшим и не вернувшимся с той жестокой бойни. Мы, наши дети, внуки и правнуки, запомним навек. Именно в той великой победе истоки нашей свободы и независимости. Предпосылки нашей государственности появились уже в советское время. Беларусь тогда была центром промышленности, появилась мощная научная база, стала развиваться национальная культура. Тяжело было в 90-е, когда с распадом СССР пришлось самим определять, какой будет белорусская независимость. Людям навязывался выбор или незалежность по лекалам наших националистов, или растворение в Восточной империи и утрата суверенитета. Третьего не дано. Национальные деятши шумно провозглашали себя новой силой и будущем Беларуси. Но, как оказалось, весь их проект будущего был целиком взят из прошлого. Европа давно отправила в исторический архив модель узконационального государства, сделав ставку на открытость и интеграцию. Они пытались предложить нашей нации идеи, давно пройденные в мировой истории. Они не понимали, что глупо в начале третьего тысячелетия строить государство по лекалам 19 века. Но природная мудрость белорусов ясно подсказывала им. В мире, который становится все более глобальнее и теснее, невозможно жить за глухим национальным забором. А общий дом лучше начинать строить с теми, с кем ты уже знаком не один век. Ставка на интеграцию уже делает свои плоды. К союзам стремятся все страны мира. Независимость и интеграция не противоречат, а дополняют друг друга. Многие бывшие советские республики рвали связи с Россией друг с другом, стушались кто в европейские, кто в американские двери, рассчитывая на теплый и щедрый прием. Прошло много лет, прежде чем они поняли, дальше прихожие все равно не пустят. Интересно наблюдать, как в оппозиционной прессе постоянно соседствуют две темы. Лукашенко сдает суверенитет России, и Лукашенко не хочет ничего отдавать России в Беларуси. И о первом, и о втором часто пишут одни и те же издания, а иногда одни и те же авторы. Очередной раз дискуссия оживилась в связи с грандиозным проектом создания общего евроазиатского пространства. Вновь заговорили о сдаче суверенитета, утрате независимости и прочих похожих вещах. И я думаю, что сегодня, в канунь Дня Независимости, необходимо все-таки расставить все точки над «и» в этой крайне важной для общества теме. Независимость государства никогда не бывает абсолютной. Но это же аксиома. Такого не было даже в древности. И тем более это невозможно сегодня, когда зависимость между странами возросла на порядок. Обратите внимание, как европейцы, несмотря на все трудности, держатся за идею интеграции. Недавние выборы в Греции показали, невзирая на все разочарования и отчаяние, большинство греков не желают отгораживаться от мира и от Европы национальным забором. Они готовы идти на жертвы, понимая, что интеграция все равно окупит эти жертвы. Это уроки для нас. Порознь всегда хуже, вместе лучше. Я предвижу очень глубокий кризис Европейского Союза, но абсолютно уверен, что в Европе сделают все для спасения идеи интеграции. И они уже начали это делать. Потому что интеграция – это столбовая дорога современной цивилизации. И иного пути у нас, да и у других народов, просто нет. Таможенный союз, Евразийский союз укрепляют экономику. Страны сохраняют свои интересы, учитывая другие. Все чаще и чаще читаю и слышу о том, что вот завтра, завтра, завтра поделят все, что есть у белорусского народа. Уже списки есть, что кому. Кому БелАЗ, кому МАЗ, кому Калийную компанию, кому МТЗ, кому еще что-то. Уже все, все прописано. Этому не бывать никогда. Никогда. Запомните, пока я президент, этого никогда не будет. Удивляет желание некоторых в хорошем обязательно найти плохое и перевернуть все с ног на голову. Научитесь читать этих авторов. Критерий один. Я именно с него смотрю на эти чистописания. Это они, придя к власти, сделают так, как они пишут. Помните это. И меня, может быть, не будет. Но именно с этих позиций вы подходите при оценке подобных деятелей. Я все больше и больше, особенно когда уезжаю на какое-то время из страны, возвращаюсь с удивлением, читаю или слышу о том, что вот тут вот Лукашенко, это навсегда, это навечно. В который раз говорю, не оправдываясь перед вами. Мои дети президентства наелись при своем отце. Никакой, никакой передачи по наследству власти быть не может. Я человек вроде бы относительно скромный и никогда не говорю, что мне благодаря вам выпала честь быть в этом независимом государстве. Первым президентом. Вашим президентом. Я все помню. Прошло уже немало лет, но я помню, как Лукашенко привел народ к власти. Сколько было драки, сколько было прогнозов и сколько было возможностей окунуть страну в хаос. Я тогда сам себе пообещал, я первый президент, после меня будут другие. И я должен сделать так, чтобы никому не захотелось поступить нечестно. И если я буду себя вести нечестно, если я буду себя вести, как многие другие олигархи вокруг нашей страны, у каждого президента после меня будет соблазн повторить это. Как первый президент, ваш президент, я себе просто не могу этого позволить. И если вы где-то слышите о том, что у Лукашенко миллиарды, что он накрал, что он вывез, увез, считайте, что они точно так будут поступать, когда придут к власти. Запомните, наша страна – островок честности и справедливости. Так не только я оцениваю ее. Не только вы ее так оцениваете. Ее так оценивают за пределами нашей страны. Далеко, за тысячи километров от наших границ. И мы ни в коем случае, я прежде всего, не должны испортить этот имидж честной и порядочной страны. Рано или поздно это, главный капитал, принесет нам и те богатства, и процветания, о котором мы сегодня мечтаем. Но честность и справедливость, прежде всего, это лозунг государственной власти в Республике Беларусь. Если в 90-е стоял вопрос, как строить экономику, большинство бывших советских республик предпочли идти путем шоковых реформ. Но Беларусь в первую очередь учитывала интересы людей. Страна доказала возможность перехода к рыночной экономике без шока и потрясений. Государство продолжит реализацию белорусской социальной экономической модели. Благодаря выбранному пути удалось утроить ВВП. Объем внешней торговли за годы суверенитета вырос в 8 раз. За годы независимости в основной капитал мы инвестировали более 140 миллиардов долларов. Замечу, что это седьмой показатель в мире, а у нас больше 200 стран. Это то, что мы вложили в дороги, предприятия, в новые технологии. То есть это деньги, вложенные в будущее, в развитие, а не проеденные или выведенные в офшоры. Беларусь лидирует среди стран СНГ по вводу жилья. По качеству образования, здравоохранения и социального капитала Беларусь занимает очень почетное место в мировых рейтингах. Все эти факты говорят об одном. Выбирая свой путь, белорусский путь, мы отказались пожертвовать человеком. Вот в чем глубинная суть нашего исторического выбора в 90-е. И сегодня именно независимость дает нам возможность идти тем курсам, который отвечает интересам простого, обычного белоруса. Мы убедились, что базовые принципы, которым мы придерживались еще с 90-х годов, действенны и в наше время. Нам по-прежнему нужна сильная и честная власть. Благодаря ей мы создали государство, обеспечили мир и безопасность стране, развили нашу экономику. Недавно в Минске был открыт музей современной государственности. В нем символично представлен исторический путь независимой Беларуси, который показал, важно быть верным традициям, любить родину и делать все, чтобы она становилась еще краше. Самое главное, у нас есть своя страна. Страна, которую построили мы. Страна, в которой уже выросло первое поколение, родившееся в независимой Беларуси. Нам всем надо помнить, независимость имеет не только экономическое, но и духовное измерение. Любовь к Родине, готовность помочь ей, защитить ее – это не экономические и не бухгалтерские категории. Под искренним чувством нельзя подвести баланс и перевести в показатели. Это состояние ума, души. Если наши новые поколения сохранят в себе частицу живого, искреннего чувства к родной земле, чувства, основанного не на прагматических расчетах, а идущего от души, от сердца, от глубокой генетической памяти предков, именно тогда будет процветать наша любимая и родная Беларусь. Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником. К его словам присоединились и артисты. Анастасия Корниенко, Ольга Юрудь, Андрей Сержантов, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Сегодня поздно вечером состоится возложение венков к обелиску на площади Победы. Память воинов, погибших во время Великой Отечественной, почтят минутой молчания. Об этом наш канал расскажет в специальном выпуске новостей. Особую камерную обстановку на площади Победы создаст праздничное оформление. Фасады жилых зданий украсили два больших флага. Длина каждого панно 20 метров, а ширина 10. Широкоформатное полотно обладает двусторонним лаковым покрытием с защитой от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, материал пропускает свет, поэтому жителям домов праздничное оформление не доставит никакого дискомфорта. В связи с вечерними мероприятиями на площади Победы с 22 часов и до полуночи будет закрыто движение на проспекте Независимости от проспекта Машерова до улицы Янки Купалы. Также будет остановлено движение по улицам Захарова и Киселева. Скорректировать свой маршрут водителям придется и завтра. В столице с 5 утра будет частично ограничено движение транспорта по маршруту следования военной техники к месту проведения парада. С 10 часов утра по маршруту возвращение механизированной колонны. С 6 вечера и до полуночи будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. И по проспекту Победителей от улицы Мельникаетте до улицы Гвардейской в обоих направлениях. На День независимости синоптики обещают теплую погоду, а организаторы насыщенную программу. Главным мероприятием станет военный парад. Он начнется в 10 утра. После него состоится молодежно-спортивное шествие. По всей стране пройдут десятки праздничных мероприятий. Только в столице их будет около 30. Программу праздника знает Дмитрий Боярович. Торжества по случаю Дня независимости начнутся на проспекте Машерова в 10 утра. Именно отсюда возьмет начало военный парад. На 2 километра растянется колонна из 5000 военных и более 200 единиц техники. Будет и авиашоу. Затем молодежное шествие 3000 человек подготовили для минчан незабываемое шоу. Затем гуляне переместятся ко дворцу спорта и в парк победы. Праздничные площадки будут работать и во всех районах города. 3 июля синоптики обещают плюс 30. Впрочем, кроме погоды, горячим будет и главное праздничное действие. На параде, кроме традиционных российских и белорусских катюш и танков, по Минску проедут и китайские легковушки спецназначения «Дунфэн Мэнши». Молодежное шествие начнется сразу после парада и будет посвящено Олимпиаде в Лондоне. В завершении на проспект Машерова вынесут белорусский флаг. Ширина полотна 75 метров. После официальных мероприятий гуляния переместятся во все районы столицы. Так, в парке победы минчан и гостей столицы ждут конкурсы, музыка, полевая кухня. Вполне себе альтернатива отдыху за городом. А вот эта улица, праздничная площадка, дебютант пешеходная. Во время праздника Карла Маркса станет центром отдыха для эстетов. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах по боди-арту, оценить картины художников и послушать живой джаз. Принимать минчан будет и площадка у Дворца спорта. Но самое яркое шоу вечером 3 июля можно будет увидеть у Стеллы Минск, город-герой. Уже несколько дней здесь идут репетиции концерта. Программу подготовили белорусские звезды. И уже по традиции перед салютом гимн споет вся страна. Кульминацией праздника станет салют у Стеллы Минс, город-герой. Еще из шести точек Минска и во всех областных центрах залпы прозвучат в 11 вечера. Дмитрий Байрович, Сергей Курков, Антон Червяков, телекомпания СТВ. Реконструкцию исторических боевых действий можно было увидеть сегодня под Минском. На линии Сталина разгорелся настоящий бой. Белорусскую деревню освобождали от немецко-фашистских захватчиков. Надежда Бука наблюдала за военной операцией. Кшиштоф Стемпень приехал в Беларусь из Польши специально, чтобы посмотреть. А заодно и запечатлеть боевые действия. На линии Сталина он не впервые. Я считаю, что это единственный объект в Европе такого типа, как здесь. Здесь очень приятно приезжать. Хорошие люди встречаются. Но я сегодня забрал сына, показать ему события начала войны. Кстати, сегодня в бою впервые принимало участие войско Польска, а именно пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшка. Во время Великой Отечественной войны поляки принимали участие в освобождении деревни Ленина под Минском. Этот исторический факт реконструировали участники боевых действий. Историки-любители воссоздают не только военную операцию, но и амуницию. Оружие в основном и снаряжение практически всего советское. Это пистолет ТТ 30-х годов, который был на вооружении советской армии. Красная армия, скажем так, на тот момент. Бинокль тоже аутентичный польский того времени довоенного. Сумка довоенная. Такое впечатление, что все происходит на самом деле. Зрители, которые наблюдают подобное зрелище впервые, невольно вздрагивают. Это напоминание о тех тяжелых днях, о тех тяжелых потерях и о той радости, которая принесла освобождение Белоруссии 3 июля 1944 года. В этом бою победили советские войска. Так, как и было в истории символично, что ее важную веху показали накануне Дня независимости Республики Беларусь. Надежда Бухом, Актив Сызукевич, телекомпания СТВ. Разрешилась главная интрига чемпионата Европы по футболу. Со счетом 4-0 испанские футболисты одержали победу над командой Италии. Несмотря на итоговый счет, болельщики обеих команд сошлись во мнении, что футбольный праздник удался. Команда-победительница поставила мировой рекорд, выиграв третий подряд топ-турнир. По этой причине Испания не спала всю ночь. Победа хоть и ненадолго, но все же отвлекла испанцев от экономических и финансовых проблем. В прямом эфире за игрой следили около 150 миллионов человек. На трибунах за финалом чемпионата наблюдали и ведущие спортивные функционеры, и политики. По приглашению президента Украины в Киев на матч приехал президент Беларуси Александр Лукашенко. Латиноамериканский визит белорусского лидера и особенно его весьма существенная в плане достигнутых договоренностей итоги продолжают быть в топе новостей прессы региона. Авторы трех стран, где Александр Лукашенко провел ряд переговоров на высшем уровне, отмечают значительное число подписанных документов. При этом и на Кубе, и в Венесуэле, и в Эквадоре СМИ указывают на широкий спектр новых двусторонних отношений. Соглашений. Это и меморандумы о сотрудничестве в социальной и культурной сферах, а также в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике. Во дворце революции белорусского президента ждала не только торжественная церемония приветствия. Сразу после нее лидеры начали официальные переговоры. Итогом визита стало подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство и промышленность. Во время этого визита Венесуэла и Беларусь подписали несколько десятков соглашений в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, а также в социальной, образовательной, спортивной и культурных сферах. Но кроме этого, Александр Лукашенко подчеркнул и то, что белорусская сторона рассматривает визит в Венесуэлу как возможность укрепить связи со странами Карибского бассейна и другими государствами Латинской Америки. В рамках латиноамериканского турне, во время которого Александр Лукашенко посещает также Кубу и Венесуэлу, президент Беларуси совершил визиты в Эквадор. И хотя поездка по плану пролилась всего сутки, все эти 24 часа оказались наполнены чрезвычайно напряженной работой. В расписании были и встречи на самом высшем уровне, в том числе с эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа, и подписание важнейших двусторонних соглашений. Беларусь продолжит оказывать помощь в газификации Венесуэлы. Об этом заявили в Минэнерго. В ходе визита белорусской делегации в латиноамериканский регион подписан меморандум о строительстве газопровода в Венесуэле и контракт на поставку газового оборудования. Создано совместное предприятие Венесуэла «Газстрой» в одном из районов Каракасе. Также белорусская сторона оказывает помощь и в подготовке кадров. Мы работаем с Венесуэлой на паритетных началах и, естественно, мы стараемся, чтобы делать все, свой опыт, знания, профессионализм и так далее, передавать для того, чтобы делать работу очень качественно в те сроки, которые нормативными документами оговариваются. И от этого сотрудничества была польза обоим народам. Самая большая автомобильная эстакада Минска. На пересечении проспектов Держинского и Жукова открыли трехуровневую транспортную развязку. Проект реализовали почти в два раза быстрее запланированного срока. Во столько же раз планируется разгрузить и автомобильный поток в магистрали. Татьяна Харлинская о преимуществах поездки с ветерком. За рулем Сергей Костевич уже 30 лет. В прошлом водитель-дальнобойщик оценил дорожные развязки Франции, Испании, Италии, Финляндии. Говорит, что столичная не уступает мировым. Можно сравнить даже, например, в Париже. Не надо волноваться, ни светофоров нету, ничего. Просто прелесть. Транспортные развязки – практика мировая. Больше всего и в странах, которые лидируют по количеству авто на тысячу населения. Это США, Люксембург, Россия. Только в Москве на одной из кольцевых дорог 17 транспортных развязок. В Беларуси движение пока не столь интенсивное, но тенденция увеличения автомобилей налицо. Поэтому строительство транспортных развязок не столько дань современности, сколько необходимость. Развязка на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова – единственный трехуровневый узел столицы. Первый уровень – мост. Он самый протяженный в Минске. Почти полкилометра. Второй – разворотное кольцо. Третий – сама трасса. Проект реализовали почти в два раза быстрее запланированного срока. Во столько же раз разгрузят и автомобильный поток магистрали. Трехуровневая развязка – часть большой реконструкции проспекта Дзержинского. Его еще называют западными воротами столицы. Полностью реконструкция завершится с открытием трех новых станций метро. Первых пассажиров – Петровщина, Михалова и Грушевка – примут уже в сентябре. Впереди, конечно, еще очень много работы. Для того, чтобы сказать, что наш город самый лучший в плане транспортного сообщения, будет открытие полностью комплекса развязки Полибегова. Продолжим работы по формированию первого городского кольца. У нас в генеральном плане развития города Минска три уровня трех транспортных колец. К 2020 году в Минске планируется построить 20 современных транспортных узлов. Развязку же на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова сразу после торжественной церемонии открыли для проезда. Судя по сигналам, водители оценили. На этом у меня все. Напоминаю, что в вечернем эфире нашего канала специальный выпуск новостей. Мы расскажем о церемонии возложения веньков к Монументу Победы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова